Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые читатели сайта «Обозреватели». Мы начинаем прямую трансляцию пресс-конференции «Обозреватели» на тему «Бунт во Врадиевке или почему нельзя игнорировать граждан». В нашей пресс-конференции принимают участие председатель управления Международной общественной организации Международная лига защиты прав граждан Эдуард Багиров. Здравствуйте, Эдуард. Спасибо вам большое за то, что вы пришли прокомментировать последние события в Николаевской области. Я хочу напомнить нашим уважаемым читателям о том, что 26 июня в селе Врадиевка Николаевской области было совершено зверское преступление с участием сотрудников милиции. И в ночь с 1 на 2 июля местные жители этого населенного пункта, не надеясь на справедливость, пошли на штурм местного отделения милиции. В настоящее время во Врадиевке проходит митинг. Первый вопрос к вам, Эдуард. Какие выводы, в принципе, можно сделать из последних событий? С чем они были связаны, чем они были спровоцированы, почему люди сегодня прибегли к вот такому способу самосуда? Ну, здесь событие связано с несколькими составляющими. Самое главное – это отсутствие доверия. Доверие людей на справедливость, на законные решения, на объективность представителя власти, в том числе работников милиции. Когда люди годами обращаются жалобами, заявлениями, их игнорируют, отписки по сути их заявлений и жалоб, людей не устраивают. И в последнее время мы становимся очевидцами того, что когда происходят грубые нарушения, я приведу примеры, в том числе ДТП с участием какого-нибудь там мажора или там высокопоставленного чиновника, или там мэра там, или депутата. Как правило, уголовные дела спускаются на тормоза, виновных не привлекают к ответственности, и мы это видим, и люди это видят и понимают, что закон не работает, закон начинает буксовать. Если виновник является человеком, обладающим определенным положением в обществе, статусом, материальным положением. Поэтому суд Линча, который раньше использовался в Америке и других странах, уже очень часто начинает применять наши люди при таких ситуациях, понимая, что если сегодня, сейчас не наказать виновного, то через определенное время появятся разные люди, адвокаты и тому подобное, и уведут этого человека от ответственности. Поэтому то, что случилось в Радьевке, терпение людей дошло до самой наивысшей точки. Вот тюремный жаргон беспредел, который часто применяется в разговорах в том числе и политиков, и чиновников, и беспредел имеет свой предел, предел терпения. И когда люди понимают, что их отстранили от всего процесса, хотя по нормам Конституции народ является источником власти. А на самом деле мы видим, что многочисленные жалобы, как ни странно, в адрес тех людей, которые по роду своей работы, должности должны защищать, а на самом деле грубо нарушают права своих же сограждан. Я имею в виду работников милиции. Неоднократно об этом говорилось. На всяких круглых столах, семинарах, в открытую публично статьи, различные события со всех уголков Украины, что работники милиции совершили грабежи, насилие, убийства, принимают участие в торговле наркотиков и так далее, фабрикуют уголовные дела. Вы знаете, огромное количество этих жалоб, я не знаю, почему-то не приводит к тому, что те, которые у власти сегодня, да и у которых были и в прошлом, не хотят или не могут или не применяют какие-то действенные меры для того, чтобы что-то изменить. Я недавно видел, как выступал один из бывших министров внутренних дел, не буду называть фамилию, который критиковал сегодняшнего министра. Вы знаете, мне было смешно на это смотреть, потому что, когда он был министром, да, вот то же самое было, как и сегодня. Фактически ничего не изменилось. И каждый раз, когда мы оглядываемся назад и когда критикуем предыдущего, скажем, руководителя того или иного министерства, да, а на сегодня ничего не меняется, это, конечно, демагогия, по сути дела. Поэтому я бы хотел, чтобы люди понимали, что такие методы цивилизованных в странах Европы, да, неприемлемы. Но с другой стороны, ну я имею в виду, скажем так, применение силы. Но иногда, когда нету других способов, как донести до мозгов, да, если эти мозги есть, там, чиновников, там, прокуроров, там, начальников райотделов, что так делать нельзя, что, в конце концов, люди возьмутся за топоры, за лопаты, вилы, да, и пойдут, и будут доказывать, и будут бить тебе по голове, пока ты не поймешь, что ты не прав был за определенный период времени. Когда люди видят, что работники милиции, там, прокуратуры, там, райадминистрации разъезжают дорогущих машинок, когда у них зарплата, там, несколько тысяч гривен, то, понятное дело, что это означает, что в ихнем, в ихних княжествах не все в порядке, не все соответствует букве закона. И когда они, как блюстители порядка и законности, мне предъявляют претензии, что вот вы неправильно сделали, вы живете там не по доходам, не знаю, нарушаете закон и так далее, я говорю, посмотрите в зеркало, да, вот там вы увидите себя. Претензии, которые предъявляете ко мне и многим гражданам, да, вы не имеете морального права, потому что живете, нарушая закон и о коррупции, там, и взятки, и тому подобное. Поэтому тут, как бы, такой порочный круг, но с другой стороны, я помогу понять людей. Люди разуверились в том, что можно чего-то добиться спокойными, не знаю, толерантными, законными мерами. Поэтому то, что случилось там, есть очень большая вероятность, что может повториться в других населенных пунктах. В Раде, когда Николаевская область, это не единственный населенный пункт, где люди в основном имеют массу претензий, претензий, которые накапливалось годами. И, как говорится в народе, да, вот как бы, вот дошло до уровня горла, да, когда уже невозможно терпеть, молчать. Тем более, такой случай, когда молодая женщина стала жертвой насилия со стороны правоохранителей. Вот, вы знаете, вот я понимаю, что вот этот негативный инцидент, да, вот случай, может сыграть позитивную роль в будущем. Почему? Что имеете в виду? Я имею в виду, что вот такая ситуация, или аналогичная ситуация в других районах по всей Украине, да. Люди пишут жалобы, пишут обращения, и в отдельных случаях начальники милиции, прокуроры игнорируют, да, не проводят должные проверки и так далее. И то же случилось вот здесь, да, вот до, ну скажем так, народного восстания. Значит, если такое случится, допустим, сегодня, завтра, там, ближайшие, ну хотя бы полгода, то реакция будет более адекватной и не такой, которая была в Радьевке. То есть начальный край отдела, прокурор будет бояться. Они будут бояться того, что случится вот у них то же самое, и они, в первую очередь, потеряют кресло и должность. Поэтому в ближайшие полгода, ну максимум год, ситуация, которая сложилась в Радьевке, может позитивно повлиять для, ну скажем так, для регионов Украины, для жителей. Спасибо, Эдуард. Давайте возвратимся к сегодняшним событиям. Какова вероятность, какова опасность, как вы оцениваете опасность того, что эти бунты, эти протестные настроения приобретут все украинские масштабы? Ну все зависит от решения и действия, в том числе МВД и Генеральной прокуратуры. Я слушал заявление министра Антонида Захарченко с трибуны Верховной Рады. Он сказал, что действие граждан расценивается нарушением закона. Формально, с точки зрения закона, он прав. Но если за этими словами последуют действия, и участников этой акции попытаются даже привлечь к административному аресту... Уже последовали действия, уже возбуждено уголовное дело? Не, не, конкретные действия. Я имею в виду уголовное дело, знаете, у нас это как глоток воды выпить. Возбуждается, закрывается. Вот если в рамках этого уголовного дела попытается кого-то задержать, я вас уверяю, что это будет очень серьезной проблемой. Придется тогда возбуждать уголовное дело по таким аналогичным фактам по всем районам Украины. И это может вызвать очень серьезный резонанс с последующими проблемами у наших людей. Понимаете, я вам скажу так, что вот мое право выступить на акции протеста, это мое конституционное право, законное право. Если за мое выступление, я не говорю насильственное, вот я прошелся по Крещатику или где-нибудь, принял участие, меня арестуют, например, да, то понятное дело, что посягает на мое право. И уже, ну, я имею, вернее, я буду далее свое право отстаивать более радикальным способом. Если, например, задержат кого-либо из Врадьевки, то для меня это очень серьезный негативный сигнал того, что власть пытается таким образом запугать всех остальных граждан Украины, что даже если подонки-негодяи в погонах совершили уголовное преступление, люди, граждане, не имеют права наказывать их. И в то же время государство не создает нормальный механизм, правовой механизм для того, чтобы их привлечь к ответственности виновных. Я имею в виду, если люди бы не встали бы, средства массовой информации, телевидения, газеты, журналисты не поддержали бы это, эти подонки остались бы безнаказанными. Получается так, что если в другом районе, в другом райотделе такие же милиционеры будут насиловать наших сестер, жен, матерей, убивать, то мы не имеем права выступать, потому что ты выступишь, тебя посадят в тюрьму. То есть вот замкнутый круг получится. Поэтому я, наверное, сам буду в числе первых, которые выступят с акцией протеста и, может быть, более радикальной. Я еще раз говорю, я сторонник мирных законных способов диалога с властью или с теми, кто принимает решения в государстве. Но если так будет, и поэтому если сегодня в рамках этого уголовного дела будут какие-то конкретные шаги в лице ареста, задержания кого-либо, поверьте мне, что не только Врадьевка, это будет вся Украина. Я думаю, что найдутся умные головы, надеюсь, которые не допустят такого. Но все-таки с формальной точки зрения имел место быть материальный ущерб? Да, безусловно. Но давайте посмотрим иначе. Мы говорим, что Конституция – основной закон, и все законы должны подчиняться Конституции. Там четко прописано, да, все, что есть в Украине, да, земля, вода, все-все принадлежит кому? Народу. Народу. Извините меня. В Радьевке люди – это народ, это часть народа. То есть здание райотдела принадлежит народу. Если я поломаю свою ручку, да, образно говоря, это моя ручка, поэтому за это меня привлечь к ответственности. Вот ваше нельзя. Но с другой стороны, все, что в рамках закона, да, уголовное дело возбудили, да, я формально, да, Юра, это правильно, но и в то же время это же не какая-то там группа таких там бандитов, да, там напала на райотдел или, как было сказано, пьяных головорезов, да, там решили там, значит, побить милиционеров. Это действительно был вот именно народный гнев. Мне что понравилось самое большое, что там не было политики, там не было политических лозунгов всяких там, знаете, там и провластных, и оппозиционных. Это был просто гнев, людской гнев на несправедливость. И слава Богу, что у наших людей сохранилось чувство справедливости. Понимаете, вот как бы мы еще не до такой степени запуганные, да, и можем, когда возникает время X, проявить свой праведный гнев и что-то сделать для того, чтобы была справедливость. Поэтому, если мы говорим о том, что, значит, нанесен ущерб, да, я думаю, что в данном случае ущерб нанесен представителями народа, да, и народное имущество, скажем так. Поэтому они же не ломали чьи-то дома, там машины не сжигали, правильно? Вот. И автомобили, и здания, райотдела принадлежат, значит, нашим... То есть это дело должно быть закрыто? Если оно не будет закрыто, и последуют какие-то там санкции, да, я думаю, что последствия будут очень негативными. И тогда пусть те, кто примет сегодня такое решение, ожидают того, что многие люди будут протестовать. Какими, на Ваш взгляд, должны быть действия власти на местном уровне и на государственном уровне по результатам вот этого дела? Вы знаете, когда объявили, что один из фигурантов, тот капитан, да, он как бы невиновен, да, и его не арестовали, я в своем кругу своих знакомых сказал, что он будет арестован однозначно. Почему? Потому что власти надо показать, да, вот свою там жесткость позиции, что вот мы там за то, чтобы наказать виновных, и мы будем привлекать к ответственности. Я знал, что он будет задержан. Я знаю, что для общественности и следствие, и результат судебный будет самый-самый максимальный. Это какая-то, ну, знаете, попытка успокоить общественность, да, и показать, что власть действует и власть наказывает виновных. И, соответственно, они будут привлечены, и они получат максимальный срок лишения свободы. Ну, какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен для такого рода преступлений? Ну, если там будет также указана статья попытка убийства, думаю, что на все 15 лет. Вот, все статьи, которые могут быть инкриминированы, да, все они тяжелые. Вот. Спасибо. У нас есть вопросы, пожалуйста, если есть. Да. Секунду. Да, возьмите, пожалуйста, микрофон. Искренти, пожалуйста, если все-таки відкриття терминального проведения, чи воно было так необходимое? Чи, может, был законный способ уникнути этого? Какой имя? Это было заворушено. А, заворушено. Ну, я считаю, что... Безусловно, закон требует, по большому счету, если в том или ином населенном пункте происходят массовые события и участие людей, в том числе с применением силы, и при прохождении этого мероприятия наносится материальный ущерб гражданам, имуществу, государству, это должно быть уголовное дело, для того, чтобы в рамках этого уголовного дела провести расследование. Но с другой стороны, могли бы этого не сделать. То есть, да, можно было бы и не открывать уголовное дело, но, вы знаете, скорее всего, уголовное дело было, уголовное проведение, да, было открыто по старинке, вот старый подход, понимаете, вот было желание, желание через уголовное дело напугать людей, да. Как делается? Открывается уголовное дело, и людей приглашают в райотдел или там помещение милиции, да, и начинают их пугать для того, чтобы они не принимали участие в дальнейшем. Или же для того, чтобы было другим неповадно выступать с такими акциями, такими протестами, да. То есть, вот именно вот уголовное дело было изначально. Сейчас, ну, я думаю, что это уголовное дело будет постепенно спускаться на тормоза, да, и не будут уже делать какие-то там резкие движения, не будут санкционированы там задержания, аресты. Даже кого-либо, если будут, представляете себе ситуацию, да, вот человек принимает участие в акции, приезжает милицейский бобик, хватает участника акции, которого как бы подозревает, бросает его в машину и везут в тот же райотдел, чтобы допрашивать. Ну, или в другой район. Да, если вот везут в другой район, в райотдел другого, ближайшего района, там люди тоже встанут, потом заберут оттуда в другой. То есть, это будет распространяться по всем районам Николаевской области, а потом уже по всей Украине. То есть, это будет как, да, волнами покроет по всю Украину. Поэтому уголовное дело открыли, могли бы не открывать, это однозначно. Но, с другой стороны, это была акция устрашения. Это не то, чтобы законность восстановить. Я бы это понимал бы так. Но я понимаю, я знаю, что это была акция устрашения для того, чтобы другим не повадно было. Другие не захотели принять участие в акциях, да, протеста. Соответственно, это сыграло крайне негативную роль. В обратном, скажем так. Спасибо. Эдуард, как Вы можете прокомментировать кадровые последствия резонансного преступления? Ну, последствия для фигурантов увольнения, конечно, негативно. То, что начальник края отдела и прокурор, да, пострадали, да, их увольнением, это понятно. Ну, прокурорам понятно, потому что, я думаю, что генеральный прокурор правильно сделал, и в отличие от министра внутренних дел, сразу уволил, без отстранения должности. Вот, и министр Захарченко тоже мог бы уволить сразу с работы. Во-первых, реакция поздная была, да, там, несколько дней информация не доходила до них, они не знали, как реагировать на это. С одной стороны, кадровые решения. Безусловно, начальник областной милиции будет также уволен, это понятное дело. И прокурор области, возможно, получит какие-то там кадровые, скажем так, замечания. Вот, я думаю, что глава района должен также быть наказан. Тут надо и власти реагировать, соответственно, не только увольнением, да, таким жесткими решениями, для того, чтобы, не то, что успокоить людей, чтобы, ну, как вам объяснить, эти участники, вернее, руководители, которые допустили такое, да, вот, скажем, в дверенном районе, да, чтобы, чтобы этого не повторить в других административных районах, соответственно, наказание адекватное. Адекватное, я думаю, что, вот именно благодаря этому... И тоже в какой-то степени показательное, согласитесь. Да, это однозначно показательное. То есть, тут вопрос, кроме прокурора района, вот, причем, вот, прокурор как надзорная инстанция, он надзирает над исполнительной власти, милицией, да, по-большому, если так брать, кто виноват в этом, я бы назвал бы так, прокурор района виноват в первую очередь, что-то случилось, глава администрации виноват в том, что в веренном районе, да, случилось такие события, начальник милиции однозначно, и тогда уже, как бы, рангом пониже. Если бы прокурор своевременно реагировал бы и правильно, процессуально вносил бы решения, то такие события или такие проблемы, которые сегодня накопились, однозначно не было бы в этом районе. Спасибо. Эдуард. Итак, Вы считаете, что преступники понесут максимальное наказание? Не считаете ли Вы, что в контексте этого резонансного преступления могут возникнуть предложения, могут озвучиваться предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины с тем, чтобы, допустим, вернуться к смертной казни? Вы не считаете, что это возможно? Ну, думаю, что нет, но немножко это, как бы, разное. По крайней мере, ужесточение максимально возможной меры наказания. Вы не считаете, что может об этом идти речь? Ну, предложения время от времени появляются, и они не находят поддержку, серьезную поддержку, чтобы через парламент нести изменения в закон, поэтому смертную казнь, я думаю, что... Но хотя ситуацию-то могут использовать некоторые политики для того, чтобы очередной раз пропиариться на этом, да. Вы знаете, вот я Вам скажу так, что я... Вот такие события, вот я еще раз повторюсь, вот если бы не был несчастный случай с этой девушкой, да, если бы она пострадала, я бы радовался бы, вот как правозащитник. Меня радует... Вот такой позиции людей, активная позиция людей. Да, 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 да. Вы знаете, я приятно удивлен, да, что у нас люди все-таки не потеряли социальные связи, не потеряли чувство плеча, да, поддержка друг друга, что люди могут в случае необходимости встать стеной, да, и помочь друг другу защитить права. Вы знаете, это я, ну, просто у меня эмоции перехлестывали, да, вот от удовольствия, радости, как правозащитник. Просто я считаю, что мы вместе можем свои права защитить. По одиночке мы не сможем ничего сделать. Поэтому если такие события имеют место, результат тот, который требовал народ, да, наказать виновных, привлечь к ответственности, посадить всех виновных, это произошло. Значит, есть все-таки некий инструмент народа, да, пусть даже через такие акции, чтобы заставить. Потому что когда мы пишем заявление «прошу», я считаю, что мы унижаемся. Мы должны писать «требую», потому что они должны выполнять, а не мы должны просить. Поэтому такие события, они однозначно, скажем так, дают позитивный результат. Еще раз повторюсь, мои соболезнования потерпевшей, да, я понимаю, что это, к сожалению, только такие вот негативные события дают позитивный результат. Вот, когда средства массовой информации попадают, как бы, что вот какой-то пьяный там мэр сбил человека, да, его окружили, там, дали по голове, там, и могли бы там и более серьезно нанести наказание, увечья. Или там люди... Я еще раз говорю, я не сторонник того, чтобы не агитируюсь за то, чтобы люди сами, да, принимали на себя функции, там, милиционера, там, прокурора, суди, судебного исполнителя. Но когда эти структуры не работают, атрофированы, да, ну, говоря, медицинским языком, импотенты, то есть отсутствие возможности у этих структур, так а что же делать людям, которые становятся очевидцами грубых нарушений закона, прав других граждан, да, своих прав. У нас масса этих жалоб, люди пишут, 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 обратились там в милицию, прокуратуру, суды, обратились в администрацию, нигде никто не хочет слушать, не помогают, издеваются, угрожают даже. Уже пошли такие вот факты, когда вместо того, чтобы решить, по сути, людям в устной форме, там угрожают, что вот если будешь там жаловаться, мы тебе там мало уж не поможем, то сейчас тебя накажем. Поэтому... Спасибо. Эдуард, поскольку преступники являются бывшими, ну, сотрудниками правоохранительных органов, соответственно, они будут отбывать наказание в специальных колониях. Я знаю, что у вас заявление по этому поводу. Да. Вы знаете, есть в следственных изоляторах специальной камеры, где содержатся бывшие работники милиции, прокуратуры, суда. И есть в специальной колонии, где они содержатся. Во многих странах, да, отсутствуют отдельные специальные камеры, да, для правоохранителей. Я считаю, что надо немедленно, значит, вернуть статус, вернее, вот эти спецкамеры, да, убрать, чтобы вот эти товарищи, милиционеры, которые изнасиловали, да, оказались в общей камере. Я думаю, что через пару месяцев, да, они поймут, что такое насилие. Им очень сильно пригодится баночка вазелина. Вот. Я думаю, что это будет правильно. Когда правоохранители понимают, что совершив уголовное преступление, они как здесь изолированы, да, на свободе, изолированы от общества, их защищает закон, так и в тюрьме их защищает также спецкамера, где такие же подонки и мерзавцы сидят в камере с ними, да, рядом. И, соответственно, они себя чувствуют вольготно. Вот. Поэтому надо убрать и эту колонию, которая есть, мэнскую колонию, да, расформировать и их разбросать по всей Украине, по всем колониям, остальным колониям. Вот тогда, вот тогда, сегодняшний правоохранитель, который или нарушает закон, или планирует нарушить закон, он задумается, что его ждет в тюрьме. И он уже будет под страхом наказания, двойного наказания, не то что лишения свободы, да, а другого ежедневного наказания в колонии, он же не будет делать неправильно, необдуманно, тем более не будет, по крайней мере, и так часто нарушать законы Украины. Эдуард, вот только что вы фактически заявили о том, что сегодня в колониях Украины творятся страшные, страшные вещи творятся. Почему страшные вещи? Давайте разберемся так. Вот дом. В доме живут люди, есть дети, в том числе мои дети. Если мой сосед оказался педофилом, изнасиловал девочку пятилетнюю или трехлетнего мальчика, что сделают мои соседи, в том числе и я? По голове и будем наказывать, пока приедет милиция. Правильно? С точки зрения закона это неправильно. Мы не имеем права. А с точки зрения людского, человеческого закона, да, то, что негодяй наносил вред здоровью ребенка, насиловал, избивал ребенка, да, и мы за это его наказали. Может быть, я не прав, но я думаю, что меня поддержат 90% граждан Украины. То есть мы говорим о свободе, и люди на свободе живут в домах. То же самое в колонии. Если к ним попадает негодяй, который избил или убил женщину пожилую, да, инвалида, или насиловал женщин или детей, так какое должно быть к ним отношение? А тем более, что попадая в колонию, у него есть документ, называется приговор, который уступил силу, доказана его вина. А почему он должен там себя чувствовать комфортно? Почему он должен там жить кум-королю? Его там тоже будет наказывать. Это тюремные правила. Если ты насиловал людей, да, потому что там сидят осужденные, которых на свободе находятся матеря, сестры и дочеря. И никто не хочет, чтобы на их честь посягал какой-нибудь негодяй. Понятно, Эдуард, вы говорите о тюремных правилах. Вы не считаете, что от этих правил уже пора избавляться в Украине? Где? В тюрьме? В тюрьме от таких правил. Каких правил? Наказывать негодяев? Да, наказывать негодяев. То есть это давайте в тюрьмах не будем сажать, давайте освободим этих милиционеров. Вам не кажется, что вот такая система наказания, она только просто воспитывает, формирует новых преступников? Каких преступников? То есть человек, который выходит после такой, из такой тюрьмы, который выходит, он у него какой выбор остается? Выбор чего? Последующего, следующего его образа действий, мысли и так далее. Это меня не интересует образ мысли вот этого капитана, который изнасил эту девушку, когда он вывез из тюрьмы. Меня оно вообще не интересует, как личность, как человек вообще. Я сейчас не говорю об этом капитане. С другой стороны, не-не, я беру таких людей, такие люди, которые совершают тяжкое преступление на свободе, насилие, применение силы, сексуальное насилие. Вот они его совершили. Вы осуждаете это? Да, конечно. Вы считаете, что их надо лишить свободы? Да. Это по правилам Украины, это свободных людей. Вы его отправляете, изолируете это общество. То есть его нужно изолировать. Его изолировать. Отправили в тюрьму. Но вот в тюрьме есть свои правила. Среди арестантов. Если туда попадают такие милиционеры, такие люди, за то, что они совершили такие преступления, их тоже осуждают там, их тоже наказывают. И мне абсолютно все равно, сколько он отбыл и когда он вышел из тюрьмы, что он будет делать? Понимаете, дело в том, что благодаря тому, что такие преступления выявляются, привлекаются в ответственности, сажают в тюрьму, в тюрьме еще их наказывают, это страх как-то останавливает тех потенциальных негодяев, которые сегодня есть. Они боятся этого. Они боятся не только в тюрьму попасть, но боятся, что их там будут еще больше наказывать. Поэтому где-то как-то, знаете, оно как тормозящий процесс. То есть он не позволяет массовому этому явлению. Ну, это понятно. Но есть еще такая вещь, как несправедливый приговор, как несправедливое обвинение. Кто может гарантировать, что 100% людей обвиненных действительно являются виновными? Я вам скажу так. Судебные ошибки могут быть, человека могут осудить, но если он попадет в колонию, там суд будет намного справедливее и точнее. То есть там, я вам скажу так, что там знает правду и знает правильную информацию невиновного человека. Ну, скажем так, ошибка наказания там намного в сотни раз меньше, чем ошибка в судебных судах Украины. Это я вам точно говорю. Я практик, я не теоретик. Поэтому там обманывать нельзя и нет смысла, и там узнают правду и не боятся то правду говорить. Поэтому... Ну вот страшно, Эдуард, страшно слышать от вас такие слова, тем более, что вы практик, а не теоретик. В чем страшно? Страшно слышать о том, что происходит сегодня в нашей правоохранительной системе? Правоохранительные системы у нас происходят. У нас в принципе ничего не происходит, я имею в сторону улучшения. То, что правоохранители сегодня себе взяли функцию, скажем так, карателей, вот это действительно страшно. И я бы не хотел, чтобы ситуация, которая сегодня сложилась... Ну ведь сегодня и люди взяли на себя функцию карателей, как показывает практика. Ну а что делать? Все будем карать, всех. Ну а что делать? Нет, подождите, ну почему тут карать? Нет, ну карать... Я понимаю, когда партизаны во время оккупации Украины взяли на себя функцию карателей, наказывали СССР, да, там убивали. Ну это тоже как бы каратели. Вот. И у меня вот такое ощущение, что у нас это повторяется. Вот. Люди пока не идут к партизанам, но они как бы берут на себя функцию наказывать тех, кто наказывает или применяет силу отношения своих с граждан. Ну может быть это неправильное сравнение, я сказал. Возможно. Да, нельзя сказать, что МВД это там как-то можно связать там с СС, там или не знаю, Гестапо, там подобное. Но люди, которые выходят оттуда, оттуда, да, побитые через пытки, через методы издевательства и так далее, они только так и говорят. То есть они приходят к нам, говорят, я был там не в таком-то райотделе, да, там милиции, а в таком-то райотделе Гестапо. Нас там избивали, нас там издевались, нас там мучили, нас угрожали родных через наказание родных и близких. То есть те же самые методы. Я понимаю, что кому-то это не нравится, кто-то не хочет, чтобы так говорили, но это так оно происходит. Хорошо, Эдуард. Какой выход из сложившейся ситуации, помимо того, что нужно упразднить спецколонии? Что еще можно сделать для того, чтобы изменить ситуацию? Вы знаете, работник правоохранительных органов выполнять очень важную, должен выполнять очень важную социально-правовую миссию, да. Он стоит на страже интересов граждан государства, да. Помимо того, что у него должно быть хорошее материальное обеспечение, там социальная гарантия, это отдельная тема, он должен нести гораздо больше ответственности, да, вот за свои действия, за свои поступки. Если для рядового гражданина, скажем, определенное действие предусматривает там наказание, там, лишение завода, там, пять лет, то для правоохранителя должно быть два раза больше. То есть, если ужесточить меры наказания через уголовный кодекс именно в отношении правоохранителей, да, ну, в два-три раза, и это будет правильно. Вот. Я думаю, что это также будет неким системой сдерживания наших правоохранителей, чтобы они не нарушали законы, вот, ну, и в то же время надо, значит, ужесточить контроль. Я думаю, что надо создавать народные комитеты в каждом населенном пункте, да, вот, и проверять работу, в частности работников милиции, там, райотделов, потому что иного я механизма пока еще не вижу. Вот. Те общественные организации, которые сегодня есть, они, ну, малоэффективно работают. Вот я бы хотел, чтобы это было более эффективным методом. Спасибо. У нас есть вопрос, пожар. На ваш пункт. Чему же ситуация у Враги, если предсказатель до представок на меньше высоком уровне, на приклад в Кенисе? Представка министра. Чему же? Можут ли ситуации во Враге и в Кенисе? Министра. Вы знаете, если его хотели снять, то это может быть формальным поводом. Если он должность получил, скажем так, с далеко идущими планами, вот, даже если в Радевка будет, в десятки других областях такое же произойдет, да, даже хоть в Киеве, вот, его не снимут. То есть формальным поводом это может быть, если хотят его уволить. Но насколько я знаю, что даже если это произойдет по всей Украине, то министр внутренних дел никогда не снимут. Он имеет очень высокий иммунитет от увольнения за, там, профессиональную непригодность, там, не знаю, там, неумение работать. Хотя по негативным показателям работы данный министр попадет в историю Украины, МВД Украины. Потому что при нем было максимальное количество нарушений, при нем было, скажем так, имидж МВД упало несколько раз. Он, хоть он сам это признался, выступая в Верховной Раде, что ударило сильно по авторитету милиции, да. Но я скажу так, что... Ну, тут вопрос, может быть, даже не в персоналии. То есть я не имею в виду конкретно, но я говорю как министр. Он занимает должность, министр, да. И, соответственно, если происходят такие события, то министр также несет ответственность, как и начальник областной милиции, начальник райотдела. И нельзя сказать, что он не виноват. Он должен был в Верховной Раде сказать, что да, это моя персональная вина, да. И я извиняюсь перед гражданами Украины. И я гарантирую, что такого не повторится в будущем. Вот то, что хотели люди услышать от министра, а не то, что там некий, там, некую информацию, что там да, где-то что-то произошло, там мы будем наказывать, мы будем там контролировать. Это в корне неправильно. Я не знаю, какие там мне советчики. Но в любом случае, события в Радуге никак не будут причиной и следствия его увольнения, отставки. Это однозначно. Поэтому... Спасибо, Эдуард. Очень много вопросов к вам поступило от читателей сайта-обозревателей. Пишет Наталья из Киева. Добрый день. Думаю, что многих интересует, по каким критериям принимают правоохранительные органы? Существует какое-то тестирование, медицинские заключения психиатров? Как отбирают и как попадают нелюди при отборе персонала? Благодарю. Да, безусловно. Можно даже устраиваясь на работу на завод, на фабрику. Человек проходит определенную процедуру проверок, в том числе и медицинскую комиссию. Поступление МВД намного сложнее. Спецпроверки проверяют и родственников, проверяют состояние здоровья, психиатры, наркологи. То есть там достаточно жесткий отбор. Но нет врачей, которые могут проверить количество совести, проверить порядочность у кандидатов в милицию. По состоянию здоровья, да, они проходят. По состоянию, скажем так, психики тоже проходят. А вот остальным показателям, которые часто сталкиваются люди, общаясь с ними, к сожалению, этого не проводится. Поэтому гарантировать, что тот или иной работник этой милиции, которая устроилась только недавно, будет помогать работать в рамках закона и не будет нарушать, это практически невозможно. Спасибо. Возьмите микрофон, пожалуйста. Эдуард, есть два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот я с вами согласен по поводу того, что сотрудники правоохранительных органов за совершенные преступления наравне, допустим, с гражданскими милициями должны нести в два-три раза больше ответственности, чем все остальные абсолютно согласен. Не считаете ли вы, что при таких преступлениях, которые совершают именно сотрудники правоохранительной системы, что для них должен быть суд присяжных, а не обычный суд? Мне кажется, вот там было бы более справедливо внесение приговора. Это вопрос. И второе, или третье. Я, допустим, не совсем с вами согласен, что нужно расформировать спецколонию и всех посадить в общие камеры. Потому что есть порядочные милиционеры, есть порядочные работники СБУ, прокуратуры, которые при совершении каких-то должностных преступлений, ну в плане задерживали преступника, произвели выстрел сразу же на поражение, не успев сделать предупредительный выстрел вверх. Потому что ситуация была такова. Человека обвинили за убийство, посадили в тюрьму и посадили в общую камеру к уголовникам, ну к примеру, да. А он абсолютно порядочный человек, да. Он спасал чью-то жизнь. Он выполнял абсолютно добросовестно свое задание. А вот негодяи, которые там насилуют, собирают деньги, живут шикарно за зарплату в 3000 гривен. У них все нормально. Не считаете ли вы, что все-таки суд присяжных был бы для них более тяжелым наказанием для таких сотрудников? И в принципе ничего так большого менять не нужно. Нужно принять однажды вот такое волевое решение и поверьте мне, они бы тряслись бы все. Потому что был бы совершенно другой суд, чем тот суд, который самый справедливый суд в мире. Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу суда присяжных, я с вами согласен. Думаю, что это было бы правильно. И судьи, которые бы знали бы специфику работы, да, работников милиции, прокуратуры, да, и СБУ, чтобы не понимали, кого судят, да, и за что. Но что касается... Можно привлекать сотрудников. Да. Что касается сформирования спецколоний, да. Я объясню почему. Потому что, ну, скажем так, мало стран, кроме СНГ, да, существуют такие колонии. В основном милетки колоний нету. Именно из-за той принципа, что если ты не нару... Я не говорю о отдельных случаях, да, когда попадают в колонии, ну, добросовестные, честные, там, порядочные милиционеры, там, или других силовых структур. Но из-за десяток, я понимаю, да, вот, может быть, немножко цинично звучит, десяток людей, которые могут там в течение года попасть в колонии, вот, остальных 90% негодяев, которые заслужили, да, тюрьму, создавать им более комфортные условия. Я вам еще скажу, в тюрьме, в тюрьме, если... А вы знаете, что в обыкновенной колонии тоже попадают работники милиции? Вы знаете об этом? И вот я вам скажу так, что я езжу по тюрьмам и зонам, и я общаюсь с работниками милиции, которые там находятся, да, их там не трогают. И как ни странно, там оказываются нормальные милиционеры, да, которые просто делали свою работу. И даже осужденные, представители криминального мира, это понимают. Понимают, что он делал свою работу, их арестовал, да, и сейчас он с ним сидит рядом в тюрьме, и к нему не предъявляют претензии. Поверьте мне, я общался с разными, да, категориями, скажем так, осужденных. Поэтому я думаю, что это будет правильно. Первое, увеличить на несколько раз срок лишения свободы для работников милиции, суда, прокуратуры. Создать, значит, спецсуды, возможно, спецсуды, которые будут судить именно такую категорию, значит, и все-таки расформирование спецколонии, вот, возможно, следственных изоляторов, может быть, и оставить, пока он идет доказательство войны, да, но в колонии должно быть все одинаковые. Спасибо. Еще один очень важный вопрос, но мне так кажется. Так как мы все представители СМИ и каждый раз, включая телевизор, если ты смотришь там украинский или российский фильм о милиции, то у нас милиция в основном это пьяницы. Вот, то есть всегда на работе уголовный розыск пьет, всегда наливают там по поводу без повода на службе, да, всегда берут взятки. Если происходит обыск и находят там деньги или еще что-то, никто не заметил, делятся между собой, и этот образ вбивается в головы всех людей. Если нам показывают тюрьмы, то если это тюрьмы западные, там даже к самым зверским преступникам относятся цивилизованно. Пример Бревик, да, в галстуке чистенький, ухоженный. На секундочку представьте Бревика, ну в любой нашей тюрьме там в какой-нибудь, да, уже галстук был бы на другом месте, вот, и ну были бы чудеса с ним. И он бы быстренько понял бы вообще в какой стране он родился. Не кажется ли вам, что нужно вообще психологию менять? То есть, чтобы милиционер, задерживая или там какие-то работники спецслужб, задерживая преступников, не воровали левое оружие, не продавали, не крышевали наркотики и прочее, прочее. Образ создан негативный и продолжает. Нужно фильмы такие запрещать. Я прожил в Германии долгое время, 93% доверия населения офицерам полиции в Германии. Никому больше так не доверяют, как полиция. Позвольте я вам, спасибо за вопрос. Так вот, после войны в 45-м году, после 45-го года, значит, проводили опрос доверия к полиции. Больше 80% не доверяли. Через 20 лет, прямо противоположно, более 80% доверяли полицейским. В Германии, вот вы пример привели, да? Я не знаю, может быть, приняв определенные меры сегодня, мы через 20 лет получим такой же процент доверия от граждан Украины к нашим милиционерам. Это отдельная тема. Что касается фильма. Фильмом пишут сценаристы, которые видят это в жизни. В жизни это реально происходит. К сожалению, когда в райотделах могут себе позволить выпить во время рабочего дня, да? Вот. Матюкаются. Это тоже, как бы, считается нормой, да? То есть, то, что мы видим по телевидению, да, оно отображает. Возможно, с точки зрения воспитания, да, укрепления сознания людей, что в милиции иногда происходят, там, вот такие негативные явления, можно будет убрать фильмы, но тогда мы уберем реальность жизни из телеэкрана. То есть, ну, я не моралист, я, как бы, не могу, скажем так, однозначно утверждать, что правильно или нет показывают по телевидению, но, к сожалению, это так оно и есть в нашем каждодневном быту. Ну, последнее, чтобы вас там не загружать. Вот смотришь фильм любой, американский, какой угодно, о полицейском, да, и наш. Итог, сначала окажется, вот ты смотришь фильм, там, издевательство, убийство, стрелять, все, но итог, закон всегда прав. В наших фильмах прав тот, у кого больше прав. Вот и итог. Да, но в первую очередь это относится, наверное, к милиционерам, потому что у милиционера больше прав в сравнении с простым гражданином. Если возникает конфликтную ситуацию между гражданами, да, то тут срабатывают другие нормы закона. Но если конфликтная сторона, один простой человек, а другой работник милиции, прокуратуры, суда и так далее, извините меня, для шансов доказать свою правоту у простого человека, ну, в десятки раз меньше, это точно. Ну, то есть, Эдуард, вы предлагаете действительно еще и еще раз напоминать людям о том, что шансом доказать свою правоту у них нет никогда и не будет, правильно? Ну, это не я говорю, я просто озвучиваю то, что у нас в жизни происходит. Ну, понятно, что есть такие проблемы, да, но зачем же напоминать, эмусировать эту тему постоянно, почему не показать нормальный какой-то пример? Нет, пожалуйста, если у нас найдутся бюджетные деньги, финансировать хороший сценарий, фильмы, показать позитивную сторону работы, да, и в конце показать, как у американских фильмов, что торжествует справедливый закон, я не против. И пусть на этих фильмах воспитываются мои дети и смотрят эти фильмы однозначно. Я смотрю последние вот фильмы, там, «След», там, в том числе российского, там, выпуска, да, показывают фильмы, где там позитивный образ показывают, там, и про прокуратуру. Это нормально. Дети и общество должны, скажем так… Все-таки видеть позитивные какие-то примеры, пусть даже выдуманные. Да, да, согласен. Понимаете, когда я критикую, да, критикуют журналисты, политики, общественный деятель, да, критикуют милицию, мы волей-неволей понижаем рейтинг доверия, да, тем более, что это обосновано, имеем основания, потому что наша сегодняшняя пресс-конференция, да, не на выдуманную тему. Это мы сегодня, воззреватели, проводим пресс-конференцию, именно та тема, которая есть. Эта тема вызывает массу негодования, недовольства людей. Но я должен озвучить это все, да, озвучить то, что есть на самом деле, реалии, и то, что должно быть, то, что мы советуем. Я надеюсь, что наши рекомендации, наши предложения, какие-то из них будут использованы. И эта сегодняшняя ситуация негативная через 10-15 лет изменится в лучшую сторону. Я бы хотел бы, чтобы между гражданами и работниками милиции было восстановлено доверие, потому что наши родители, наши дедушки и бабушки больше доверяли работникам милиции, считали их защитниками, считали друзьями, обращались с просьбами. То есть для моего дедушки и бабушки милиционер никогда не был образа врага, это был друг, это был человек, который можно прийти, это реально любого. Спросите вот любого жителя Украины старше 50 лет. Они вам однозначно скажут, для меня милиционер это тот милиционер, который был, да. К сожалению, и преемственность милиции тоже прервана. Потому что те милиционеры, которые работали, ушли на пенсию, да, а сегодняшняя молодежь, которая приходит туда, вот как вопрос дал насчет поступления в работу, вот, не могут полноценно, скажем так, заменить вот тех милиционеров, которые работали там несколько десятков лет назад. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот такие случаи, да, вообще не было. И чтобы у нас не было повода основания обоснованно критиковать милицию, в том числе и руководство милиции за то, что происходит в этом ведомстве. Спасибо. Пишет читатель Сайта-обозреватель, он фактически согласился с вашей точкой зрения. Он пишет, может быть, более естественным и разумным для защиты общественных интересов было бы не со стороны правозащитников требовать отмены специальных камер СИЗО и колоний для сотрудников правоохранительных органов в условиях существования организованной системы постсоветского уголовного мира, а потребовать закрепление законом права общественных организаций, зарегистрированных как всеукраинские и всех политических партий, проводить периодические проверки соблюдения порядка приема на работу граждан в правоохранительные органы с последующим обязательным опубликованием отчета о результатах проверок. Как предложения принимаются, я согласен с этим. Я еще раз повторюсь, что максимальный контроль, постоянный контроль над работой милиции, в том числе прием на работу, основание увольнения с работы, потому что не надо акцентировать внимание только на прием на работу, потому что я знаю очень много достойных, порядочных работников милиции, которые увольняют с работы лишь потому, что они не выполняют закон. Или кого-то там папинка, маленькая сына или мажорчика прищемили там или что-то сделали. Такие факты тоже имеют место. Поэтому... Спасибо. Тарас. Читатель сайта обозреватель предлагает радикальную меру в виде люстрации, тотальной люстрации МВД. Он пишет, кто хоть раз, хоть пятерку взял, это я ОГАИ, кто хоть раз применил незаконные методы или превысил полномочия выгнать с лишением званий и выслуги у взяточников конфискации имущества. Волчий билет и минимальное пособие может подействует? Илюстрация МВД. Вы знаете, месяца четыре назад в одном из информагентств я проводил круглый стол, наша организация, да, и пригласили мы полицейских Италии, Франции, вот, и они при посольстве, которое работает, они вот рассказывали свое видение. А до пресс-конференции я ему задал вопрос, я говорю, скажите, вот ваши полицейские берут там взятку? Он говорит, во-первых, не берут, а во-вторых, вы столько не предложите. Я говорю, почему? Он говорит, у меня зарплата, говорит, в среднем 3000 евро, да, там, в год это 36000, я работаю 15 лет, это где-то порядка там, ну, там, со всеми надбакуями, со всеми ключами, на меня получают там 700-800 тысяч евро. Сколько ты должен мне за нарушение правил предложить, ну, хотя бы половину моей пенсии, да, чтобы я рискнул, да, потерять все это. Поэтому, говорит, во-первых, они не хотят, и, во-вторых, это невыгодно, экономически невыгодно, даже не говоря о том, что тут последует наказание там через силу закона. Соответственно, если так брать зарплату наших милиционеров, даже умножить его в год, вот, получается вообще там смехотворная цифра, и поэтому, когда предлагают им несколько тысяч долларов в виде взятки, то они соглашаются и берут. А что касается ужесточения наказания, да, я еще раз за то, чтобы наказывали, но, опять-таки, не переходили грань, ну, скажем так, разумного. Наказание должно быть адекватное. Спасибо. Еще один вопрос от Тараса. Он пишет, почему бы всем богатеньким, что призывают нас к терпению, не скинуться и не отправить пострадавшую в Германию, например, для лечения? А то ведь Макар умерла на 20-й день, здесь ведь тоже что-то подсыпали и уже ничего не скажет. А этим сволочам еще повышение и благодарность. Вы знаете, я бы, наверное, все-таки для всеобщей справедливости предложил бы следующее. Почему бы половину зарплаты депутатов Верховной Рады, которые принимают законы, да, и половину зарплаты министров не направлять в спецфонд, который бы финансировал бы все эти лечения, да, и помощь материальную, там, юридическую помощь потерпевшим. Вот это было бы правильное, потому что законы принимают одни, самоотстранились, да, другие там, исполнительный орган, которые должны контролировать, тоже, получается, самоотстранились. И, соответственно, нам, простым людям, отдуваться от незаконных действий тех же правоохранителей. Поэтому я думаю, что будет правильно, если вот таким образом, ну и в том числе предложение, которое поступает. Вот произошло такое событие, да, в области, не вопрос. Зарплаты прокурора области, прокурора района, начальника милиции, начальника милиции области, губернатора, то есть всех, кто там есть, должных лиц, они должны сразу автоматически, там, 10, 15, 20 процентов своей зарплаты выделить на фонд, спецфонд, там, помощь жертвам. Спасибо. Вот только что спросил чьи-то лица, это обозреватель, не назвавшийся, к сожалению. А что мешает оппозиции поставить Николаеве на одной из центральных площадей памятник Оксане Макар, как и другим жертвам чинуш партии регионов? Памятники нужны? Ну, как вам сказать, было бы правильно, если бы такой памятник поставили бы в Киеве, да, всем жертвам, всем несчастным, которые пострадали от преступных, незаконных действий, вот, чтобы наши руководители, МВД, СБУ, Генеральной прокуратуры каждый государственный праздник возлагали цветы, чтобы они просто помнили, что есть люди, которые ежедневно или страдают, или могут пострадать, вот, тогда бы они бы, наверное, более эффективно работали бы и приносили больше пользы. Спасибо, Дуар. Заключительный вопрос нашей пресс-конференции такой, вы знаете, что это резонансное дело сегодня обсуждается в СМИ европейских и мировых СМИ. Каким образом, в принципе, вот этот факт, который сегодня стал в состоянии мировой общественности, каким образом он повлияет на перспективы евроинтеграции Украины, в частности, на результаты ноябрьского саммита Украина-ЕС? С точки зрения свободы слова, скорее всего, позитивно. Потому что я помню советские времена, когда такие резонансные события никак не попадали на центральное телевидение, да, и газеты. Это очевидный факт. То есть, все-таки, свободы слова у нас плохо, но не настолько, что уже мы находимся в реанимации, да. С точки зрения адекватности действия власти, если они будут правильные, да, в отношении виновных, возможно, европейские эксперты оценят это позитивно. Вот. Но общая картина, конечно, будет для европейцев характеризовать, европейцы будут характеризовать как негативная. Почему? Потому что для них непонятно, как может полицейский в Германии, Франции, там, я не знаю, там, вот так вот совершать. Хотя, скажем так, если взять, скажем так, историю полиции, там, Франции, Германии, Италии за последние 10 лет, там были, похоже, аналогичные ситуации, да. То есть, я сам видел видеозапись полицейского участка в Великобритании, когда полицейский завол стянул женщину, там, бил ее, при этом, не знаю, почему-то не знал, что там всегда записывается, да. Вот. Такое тоже было и бывает. То есть, за всех полицейских, да, вот, ни один министр стран Евросоюза, министр внутренних дел стран Евросоюза не подпишется. Но, с другой стороны, вот таких вот нарушений массовых, постоянных, как бы, вот в этом населенном пункте, когда не рассматривается, никакие меры не принимаются, такого в Европе нет и не может быть. Единичный случай, да. Но у нас, к сожалению, случая сейчас в Радьевке, это не единичный случай, понимаете. Даже вот Николаевская область уже, как бы, уже несколько раз, а в других областях тоже повторяется. Поэтому европейцы, конечно, сделают общий, там, общий вывод об ситуации в Украине, да, изучая и зарубежную прессу, о том, что у нас не все хорошо, да. Но в некотором пунктам могут одобрительно оценить. Но, в общем, картина будет негативно складываться для Украины. Но я не думаю, что это повлияет на то, чтобы отказать нам, праве, нам, гражданам, государству, праве быть в составе большой европейской семьи. Спасибо. На этой позитивной ноте мы завершаем прямую трансляцию пресс-конференции обозревателей. Спасибо, Эдуард, за участие. Спасибо большое. До новых встреч.